хотел немного похвастаться качеством стеклохолста вот поклеены три комнаты где-то 30 квадратов здесь там тоже около 30 около 40 по моему и здесь по моему 45 вот в чем я хочу похвастаться в том что стеклохолст вот особенно касается вот этих двух комнат которые уже под финиш то есть они уже готовы под покраску поверхность вот то есть сверху стеклохолста и здесь идет три слоя шпаклевки вот и все эти слоя шлифовались и грунтовались то есть идеальная поверхность хочу похвастаться в отношении того что ни одного пузыря то есть все шлифовалась под лампочку вот нигде ни одного пузыря даже от того что там может со временем от от влажности отслоится здесь у нас еще отопление не запущено вот уже в принципе похолодало несмотря на это клей держит хорошо стеклохолст вот поэтому когда мы клеим на клей пва это сопряжено с тем что ни одного пузыря то есть это большой плюс когда мы клеили на шпаклевку у нас очень часто появлялись пузыри от шпаклевания от грунтования вот и от покраски особенно когда мы красили последний уже финиш и бывало так что даже часть стеклохолста отходила особенно где-то на концах в углах вот здесь я то есть как бы очень доволен качеством то есть ни одного пузыря ни одного вообще то есть когда шлифовал бывали такие места раньше например чувствуешь пузырь ты берешь там вырезаешь и потом зашпаклевываешь и вот таких или шприцом туда колешь клеить ну то есть какие-то операции делал здесь я говорю ни одного то есть вот по этой технологии что за технология кому интересно по какой технологии мы делали я плейлист оставлю в описании проходите смотрите там уже более 20 видео подробно рассказываю как что в каких этапах в какой последовательности что я делаю со стеклохолстом то есть от наклеивания до шпаклевания все этапы вот в принципе такой вот небольшой обзор не знаю мы ушли от шпаклевания от того как клеить на шпаклевку еще по той причине что во первых он так немного повторюсь может кто первый раз смотрит видео что очень тяжело сделать без пузырей по одной простой причине шпаклевка быстро засыхает вот клей он даже если вы когда нанесли наклеили то вы можете спокойно пропитать через холст то есть он шпаклевкой так тяжело сделать то есть клеем проще сверху валиком проходишь и шпателем вдавливаешь все то есть даже если где-то у вас что-то высохло под стеклохолстом вы легко можете это исправить вот это основная причина почему мы отказались и вторая причина это создается неровность то есть когда шпаклевкой снизу мы промазываем под стеклохолстом если какое-то там наслоение лишнее то когда стекло-холст высыхает это это наслоение остается здесь же когда клей высыхает весь клей уходит то есть остается пленочка вот эта пленочка как раз держит стеклохолст Prepare она пропитана вся эта пленка весь стеклохолст ей пропитан но она не дает толщины случае шпаклевкой толщина есть вот вот это две основные причины поэтому мы ушли от того что мы клеим на шпаклевку хотя многие продолжают на нее клеить но вот результат налицо я не знаю как при когда шпаклю когда вы на шпаклевку клеить и какой у вас результат но до этого когда мы клеили на шпаклевку нас очень много было пузырей особенно это касается потолков когда от влажности стеклохолс начинает провисать поэтому еще раз повторюсь кому интересно можете посмотреть как это все как этот весь процесс полностью происходит ссылочка на плейлист в описании на этом все до новых встреч